Я Попова Инна Ивановна. Родилась в городе Чемкенте 12 апреля 1959 года. Мой папа Будько Иван Александрович, белорус, 1935 года рождения, был военный летчик из Минской области. Моя мама Копылова Лилия Петровна, русская, 1937 года рождения, родом из Оренбурга, проработала провизором 38 лет. В 1976 году я окончила среднюю школу номер 20 города Чемкента имени Германа Степановича Титова с золотой медалью. И поступила в Оренбургский политехнический институт, который окончила в 1981 году с красным дипломом. После окончания института меня направили по распределению работы с преподавателем специальных дисциплин в Курганский строительный техникум, где я проработала в общей сложности 19 лет. В 1985 году я вышла замуж. В 1986 году родила сына Виталика и в 1989 году уехала с семьей жить снова в Чемкент. В техникуме я работала с 1981 года заместителем секретаря комсомольской организации с правами райкома. И в 1982 году я посещала западные страны, ездила в Средиземноморский круиз. Перед круизом меня приглашали в Комитет государственной безопасности, где говорили о том, чтобы я оказала им некоторые услуги, предлагали мне оказать некоторые услуги, чтобы я следила за составом группы, за их контактами, а также за студентами и преподавателями техникума. Я отказалась. Под психотронное воздействие меня взяли с 1972 года. В Чемкенте я шла по городу, за мной шли мужчины и говорили, приятной внешности под проституточку подойдет. В то время я еще не осознала и не поняла, о чем идет речь. И расскажу эпизоды своей жизни. В 1976 году я поступала в Ленинградский горный институт после окончания школы. И в институте неожиданно начала курить, отказалась от учебы через год этой учебы, хотя училась только на пятерке, бросила его и поехала работать уборщицей, захотела поехать работать уборщицей в Южно-Казахстанский технический университет, в город Чемкент. Мои родители были в ужасе, и они настояли, чтобы я вернулась, восстановилась в институте. Я восстановилась в Оренбургском политехническом институте, уехала к бабушке на второй курс, так как оценки у меня были за первый курс, все пятерки меня приняли на второй курс. Моя жизнь, моя жизнь и дальнейшие события показали, и анализ жизни, что моя семья, я и мои родные находятся под наблюдением постоянным и контролем, под воздействием с 1972 года. Когда я приехала в Чемкент в 1989 году, ко мне подошла, я не нашла работы и устроилась работать воспитателем в детский сад Айжан, подготовительной группы. Через год ко мне подходит мама моей одноклассницы, Шутова Валентина Николаевна, кандидат философских наук, сотрудник Южно-Казахстанского технического университета, того, куда я хотела ехать уборщицей работать еще в 1977 году, и говорит мне о том, что у них есть работа по моей специальности строителем на кафедре промышленная экология и охрана окружающей среды. Заведующей кафедрой был кандидат доктор технических наук Казах Шакиров Биржан-Сардарович, академик Международной академии информатизации. Оказывается, это он предложил Валентине Николаевне Шутовой пригласить меня на работу. Он сказал ей о том, что у него есть вакансия на это место, что для кого-то из ее знакомых есть вакансия на это место. Я начала работать в институте преподавателем, в спецдисциплин. Через три месяца после начала работы к себе в кабинет меня приглашает сам заведующий Шакир Биржан-Сардарович, казах, и там находился его друг, заместитель заведующего кафедрой Сарбасов Алибек Садыкович, узбек, и он мне говорит о том, что за предоставленную работу необходимо расплачиваться. Если нет денег, то женщина легче может решить этот вопрос. Я сказала, что я замужем, у меня есть муж, и я расплачиваться за предоставленную работу никоим образом не собираюсь. Через год меня увольняют. Работая в институте, я в то же время училась на подготовительных курсах в аспирантуре. Сдала через год кандидатские минимумы на пятерки, и через год Шакиров меня увольняет с работы и говорит о том, что я ничего о своей судьбе не знаю, что в любой точке страны он меня достанет, что сделает инвалидом меня, отомстит мне и убьет сына. Я поступаю в аспирантуру МИСИ по распоряжению ректора Казахского химико-технологического института. В 1992-1993 году я учусь в аспирантуре МИСИ. И в этом же году, в 1992-м году, они, Шакиров и Сарбасов, внедрили мне свои голоса в мозг. Я услышала именно голоса Шакирова и Сарбасова, которые говорили о том, что преследуют мой род, моих родных с 70-х годов, что заинтересованы, они делают бизнес, большие деньги на захвате недвижимости. В 1995-м году я возвращаюсь в город Курган. Я пишу заявление в правоохранительные органы о том, что сначала слышу голоса двух ученых казахских, которые говорят, что они специалисты по лазеру, самые крупные преступники в стране, и о том, что они преследуют моих родных. И внедрили мне голоса в мозг. Правоохранительные органы говорят о том, что голоса в мозг слышать, передавать нельзя. Таким образом, я оказалась первый раз на принудительном недобровольном лечении в психиатрической больнице. После этого меня начали облучать еще с 1992-го года в жестком режиме, когда внедрили мне голоса в мозг банды психотронных маньяков. Они начали облучать меня в жестком режиме, так что я чувствовала воздействие на все органы организма, на сердце, и также поляторсионные кручения перекручивали все органы в левое, в правое направление, давление всех органов. Облучались такой плотностью, что я ощущала это облучение. Я снова написала в правоохранительные органы города Кургана. Лейтенант Интерпола, Савин Дмитрий Борисович, делал запрос в Южно-Казахстанскую область правоохранительные органы, где получил ответ о том, что именно доктор технических наук, академик Международной академии информатизации Шакиров Биржан Сардарович и кандидат технических наук Узбек Сарбасов Алибек Садыкович в юности, в науке, занимались вопросами промышленного лазера и психофизическими дистанционными воздействиями на человека, а также заместитель начальника советского отдела милиции города Кургана, Спирин Сергей Юрьевич, делал запросы белорусские, по моим заявлениям, белорусским ученым и ученым России о том, возможно ли воздействия которых я заявляю и каковы их последствия. Ответы были получены от ученых Белоруссии, от доктора технических наук, заслуженного деятеля наук Республики Беларусь, профессора Тебловского Михаила Доминиктовича, от доктора технических наук Алишева Епанчева Гизовича, от кандидата технических наук Шалатонина Валерия Ивановича, от кандидата биологических наук Козловой Галины Григорьевны, а также от академика Российской академии естественных наук Акимова Анатолия Евгеньевича, о том, что, во-первых, можно в мозгу услышать голоса живых людей, они возможны от СВЧ-излучателей, а также от торсионных радиотехнических устройств, можно получить болезни всего организма в целом, всех систем организма в целом, органа любого, а также преждевременные смерти. И заключение академика Акимова было о том, что он надеется на профессиональный опыт сотрудников милиции, в том числе на Спирина Сергея Юрьевича, что их профессиональный опыт поможет им в оказании помощи мне, Поповой Ине Ивановне, моему сыну Попову Виталию Евгеньевичу и другим людям. Через месяц после того, как были получены эти ответы ученых и предоставлены они в отдел милиции, в этом советском отделе милиции была проверка Управлением внутренних дел Федеральной службы безопасности по Круганской области. И сотрудники милиции были разжалованы. С тех пор помощи никакой от правоохранительных органов я не получаю. Меня лечат в психиатрической больнице. И на все... только потому, что я пишу заявление о том, что меня облучают, маму облучают, сына облучают, родных облучают, есть доказательства тому, есть заключение доктора биологических наук из рентгенорадиологического института города Санкт-Петербурга по анализам крови, о том, что на организм идет радиационное воздействие, доктора наук Микошиной Ильи Ивановны, о том, что идет разрушение клеток моего организма от веществ химической природы СВЧ-излучателей, а также есть заключение от доктора наук стомата о том, что материалы нашей квартиры чистые. Эту радиацию я получаю не от стеновых материалов, она наведенная от спецтехники. И таким образом, есть заключение кандидата медицинских наук на аппарате Аберон полученные, о прогрессирующем росте заболеваний моего организма, организма моего сына, в том числе сердец, моей мамы, моих родных, но правоохранительные органы нам никакой помощи не оказывают. Оказывают только, не мешают только, надо говорить, недобровольные мои госпитализации, психиатрические стационары. Сейчас я нахожусь в Москве. Ночевала в квартире члена Московского комитета экология жилища Ельюмина Андрея. И вы видите, после того, как я ночевала у него в квартире, что сделали с моим левым глазом, мне всю ночь облучали, слепили глаз, били по этому глазу, били по голове. И я сейчас вынуждена в таком виде давать интервью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok